Глава Депздрава 33-го региона пообщался с прессой. В разгар пандемии журналисты привыкли к еженедельным брифингам, в которых принимал участие Артём Осипов. В последнее время руководство департамента не так часто встречается с прессой, поэтому вопросов к нему накопилось немало. Артёма Осипова спросили о трагедии, которая произошла в одной из семей региона. В медучреждении Владимира погиб пятилетний ребёнок. Его мама считает, что смерть сына наступила в результате халатных действий медицинских работников, которые направляли её с малышом из одного медучреждения в другое и не могли определиться с диагнозом. Региональный следком расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин контролирует ход расследования. Артём Осипов принёс соболезнование матери, потерявшей сына, и сообщил, что сейчас департамент здравоохранения тоже проводит проверку. Ребёнка смотрели сразу несколько медработников. В какой момент была допущена роковая ошибка? И ошибка ли это? Где грань между халатностью, где грань, когда врач или средний медицинский работник не уделил должного внимания, и клиникой, особенностью протекания болезни, вот это и надо установить. Для меня, как для врача, вот когда я ознакомился с медицинской документацией, вопросы есть, смерть ребёнка в системе здравоохранения, это всегда тяжёлая ситуация, которая разбирается детально. Проверка идёт. На прошлой неделе Ленинский райсуд Владимира прекратил уголовное дело в отношении Марины Якушевой и Надежды Тумановой, работающих в перинатальном центре, в связи с истечением срока давности. На скамье подсудимых акушер-гинеколог и главный врач перинатального центра оказались в связи с гибелью роженицы Анны Бобриковой. С момента трагедии прошло более шести лет. Марину Якушеву обвиняли в причинении смерти по неосторожности в служебном подлоге, а руководителя медцентра в организации служебного подлога. Супруг Анны Бобриковой Сергей Плаксин остался недоволен решением суда. Он считает, что Туманова и Якушева должны быть уволены из родильного дома. Глава облздрава высказал свою позицию. Уголовное преследование было прекращено, и вина не доказана. Поэтому оснований для вынесения дисциплинарного взыскания в часть увольнения у меня как у учредителя нет. Я могу сказать, что Надежда Геннадьевна – это один из самых жестких, главных внештатных специалистов в департаменте здравоохранения. Она держит в кулаке весь субъект в части того, как работают акушеры-гинекологи. В этой части у меня к ней претензий нет. Еще одна резонансная история с новорожденным, которая произошла в перинатальном центре в мае этого года, недавно стала достоянием общественности. К нам в редакцию обратились родители малыша. Они рассказали, что в первые дни жизни новорожденный получил травму плеча. После выхода нашего материала родители решили обратиться в Депздрав с заявлением. В ведомстве сейчас ведут проверку этой истории. По результатам в департаменте здравоохранения сделают соответствующие выводы. Мы проводим по факту этого обращения проверку. Медицинская организация свой внутренний контроль провела. Выводы они свои сделали. Рассматривается возможность несовершенного остеогенеза, когда у новорожденного формируется избыточная или повышенная ломкость. В какой момент возникла эта ситуация, пока определить не удалось. К слову, главу облздрава на пресс-конференцию пришел поддержать даже замгубернатора Константин Баранов. Он курирует блок социального обслуживания населения. Некоторое время он возглавлял Департамент здравоохранения региона, а потом пошел на повышение. Однако в общении Артема Осипова с журналистами Баранов ни разу не вмешался. Маргарита Махрова, Руслан Павлухин, 6 канал.